Музей в Развилковской школе Музей в Развилковской школе, которые погибли в Афганистане. Имя одного из них Сергея Соломатина значится на школьной мемориальной табличке. Разведгруппа выдержала все испытания и ночью пробилась к своим. В одном из боев Сергея было тяжело ранен. За 10 лет афганской войны погибло более 15 тысяч советских солдат. Около 50 тысяч были ранены. Игорю Борисову повезло. Он чудом избежал ранений и смог вернуться живым. Его призвали в армию в 1987-м. Полтора месяца учебной подготовки и 19-летнего солдата срочной службы отправили в Афган. Он попал в 302-ю отдельную вертолетную эскадрилью. Солдаты-срочники, такие как Игорь, должны были помогать пилотам и обслуживать боевые вертолеты Ми-8. Он пробыл на войне большой срок – 20 месяцев. Всякое бывало, рассказывает Игорь Николаевич, и страх, и романтика, и взаимовыручка, и настоящая дружба. Огромное событие для меня – это когда поход в Кантагар. Это был 10-дневный поход. Мы в составе четырех вертушек Ми-8 шли с дивизией на освобождение армии «зеленых», как мы их называли, от окружения. Когда уже наши войска стали выходить, им было тяжело. И вот максимально помогали им. Нужно было просто хорошо, дисциплинированно отслужить и выжить, и дать выжить своим товарищам. Так как я был замком взвода, мне подчинялось еще порядка 12-15 бойцов. Я за них отвечал. Ребята слушали, затаив дыхание, воспоминания участников войны. Интервью с матерью погибшего в Афгане солдата, сочиненные на полях сражений военные песни. В том, что такие уроки памяти и мужества необходимы подрастающему поколению, уверены как учителя, так и сами ученики. В школе и на уроках, и в музее у учителей есть возможность говорить об этом, говорить об этом как можно чаще. И сегодня мы как раз воспользовались этой возможностью, что развивает такие мероприятия, конечно же, это патриотический дух. Дети должны любить свою родину, должны любить свою страну. Они должны знать о своих героях. Мы все дети слушаем ветеранов, как они расскажут всякие интересные истории про войну. Конечно, важно, потому что все узнают про такие события, которые были, когда эта война длилась 10 лет. Мы должны помнить, каждый человек должен помнить, например, Сергея Сломатина, о котором мы сегодня рассказали. Он совершил большой подвиг во имя российского государства. В завершении встречи ветераны боевых действий подарили музею Развилковской школы флаг ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Екатерина Борисова, Владимир Биржонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.